Всем привет, братья! Сегодня мы потесим с вами ДВЛ. Наконец-таки у меня закончился промастерс. Я могу смело хотя бы чуть-чуть поиграть и рэма сделать обзор на какое-либо оружие. По поводу модов, сразу же скажу. На ДВЛ-ку я поставил моды вот такие. Стабильность прицельная, темп, стрельбый урон. Не стал качать золотые, потому что жалко у меня все-таки 4000 деталей. При том, что я как бы вообще ее брать больше, скорее всего, в руки не буду. Можно ставить вместо темпа еще и фаззум. Но вот мне там Костя Медиум и другие блогеры посоветовали ставить именно темп. Вот я не знаю почему, но возможно есть какая-то фишка. Я как бы не особо в этом разбираюсь, мне не особо интересно. Вот, сегодня поиграем сейчас мясорубочку одну и потом поиграем 3 рэмочки. Сразу скажу, чтобы там многие не писали потом, да, ДВЛ бесполезное оружие, как и в целом Кракен. Пока в нашей игре существуют такие прекрасные пушки, как Барретт и СВЧ. То есть, так сказать, КПД болтовок в нашей игре 0% по сравнению там условно с СВЧшкой и Барреттом. Ну не 0, но вы поняли, короче, о чем я говорю. Поэтому, к сожалению, да, ДВЛ она приятная. Я уже сразу понимаю, что у нее приятный зум. Фаззум тоже в целом можно надрочить, да, то есть вот эту вот штучку. Но, как бы пока в нашей игре есть такие пушки, как СВЧ и Барретт. Опять же повторяюсь, эти пушки бесполезны. С ними играть не стоит и не нужно. Зачем? Первый час на видос, не забудьте подписаться на мой канал, ребят. Нас уже практически 100 тысяч. Вот, кто не подписан, подписывайтесь. Видосы через день, ребятки. А то и каждый день сейчас было промастерс, видосы были вообще каждый день. Ну и также, кстати, если вы на телегу не подписаны, тоже рекомендую подписаться. Потому что все-таки в телеге я делюсь всякими новостями. Мы там что-то обсуждаем с вами и так далее. В общем, прикольный телеграм-канал у меня. Подписывайтесь. Ну на этом все. Всем приятного просмотра. Кстати, братья, спешу вас обрадовать, что в Warface завезли новую промо-страницу к новому обновлению. Новая промка называется Warface Вечная Сага. При регистрации по этой ссылке новички получат броню из серии Vanguard на 15 дней. А также комплект пушек из серии Neutron тоже на 15 дней. А именно Arms 17, V3TAC, KH9 и AWP на снайпера. И что немаловажно, двойной бонус к пополнению счета. То есть за 1000 рублей вы получите не 2000 кредитов, а целых 5000 кредитов. Это очень выгодно. Поэтому, если хотите начать играть в Warface, то обязательно делайте это по ссылке в описании по этой промке. Потому что реально много халявы и актов. Также данная промка доступна для тех, кто не играл в Warface более 30 дней. Но в этом случае вы получите опять же снаряжение серии Vanguard, а также комплект элитного оружия тоже на 15 дней. А именно Иви Галил Эйс, на Медика Сикс 12, на Инженера непосредственно Сар, а на Снайпера по-прежнему АВП. Наград очень хороший, ребят. Ссылочка на промку в описании. Всем приятного просмотра. Блин, прицел, конечно, да, открывается странновато. Но, скажу я вам так, он открывает... Этот прицел 100% приятнее, чем у СВЧ. Это прям... Это в миллион раз. С СВЧ, например, в прицеле я вообще фликать не могу. Я просто как идиот постоянно не попадаю. Но, слушайте, так-то да, можно прыгнуть. Мне, типа, как бы, ну да, фазумить можно. Ну, слушайте, эта пушка мне нравится больше, чем СВЧ, 100%. Прямо я уверен в этом. Ну да, открывание у нее, конечно, чуть забаганное. Блин, почему ли бы не открывание, чтобы оно было не такое резкое, скажем так, да? Чтобы вот эта чернота, черноты не было. Было бы вообще, конечно, хорошо. Мне, конечно, к фазуму этого ДВЛки надо привыкать. Я пока немного... Ну вот да, вот он есть, но... Ну да. Подкаты работают. Это тоже хорошо. Прицел вообще не прыгает. То есть распикивать с ДВЛ, я думаю, очень просто. Непонятно, что по ваншотам. Походу вообще пока что все шотит. Это очень приятно, на самом деле. Мне такое нравится. Не, приятный, приятный ган. Постараюсь с ВЧ, действительно хочется с этим гадом, типа, там, играть, пытаться развиваться. Вот реально, СВЧ, прям вообще дресслота, конечно. Именно по приятности, да? Там, по-другому, что СВЧ по эффективности раз в 100 лучше, чем эта ДВЛка странная. Но, как бы, если операция чисто на цифры, то, конечно, СВЧ получше. Но именно на ощущения такие субъективные, да? То есть, если мы говорим про удовольствие, то, конечно, у нас ДВЛки поприкольнее бывает, поприятнее намного. Как-то так. Пойдем играть РМ. Так, фабрика. Это меня радует. Ребят, лига, если что, у меня очень низкая. По той причине, что я и РМ вообще не играю. Сейчас все фокусы на турнир. Но, с другой стороны, мы же тестим оружие, а не мой стил. Ну, поэтому, ну, как бы, какая разница? Угу. А, к вам, пацаны, по-моему, это уже неплохо было, нет? Все, встанем сюда и будем просто прокатывать. Согласны, пацаны? Блин, 1-3, 7 секунд. Я пойду, выиграл, я все, выиграл. А, я не попал, ладно, нормально. Это хорошо было. Конечно, в прыжках ДВЛК очень хороша. То есть, можно хоть на месте прыгать, хотя, как бы, нету тряски прицела. Вот, опять же, это прям, это приятно, скажем так. Это приятно, это помогает во многих случаях, да? То есть, ДВЛК, ты очень мобильный, по сравнению, там даже со СВЧ, как бы, да, еще давно кривая и так далее. Как я не попал? Блин, я попал между ног, походу, ему, или что-то такое. Пропекаем плент, плент, фотка, не попадаем, естественно. Зачем бы, хотя бы фотка убрали, пацаны, я убираем плент. Что, бываем? Давайте-ка, сейчас запушим центра, попробуем дать хотя бы килл, надеюсь, что мне гранату в лицо не дадут, точно это надеюсь. Так вот, пекаем. Пекаем дальше. Ух ты, вот этот жесткий флик, на самом деле, был, мне даже понравилось. У меня бомба, кстати. Медик, что делает вообще? Дадим молик, чтобы не запушили, правильно? И вот так сядем. Надеюсь, мы понть убьем, вот так, да? Ой, как я его пальчик просто руки убил. Ну, блин, пока дай волшотит, это приятно, на самом деле, реально приятно. Дайте дым, дайте дым, меду. Я сейчас, я слышу, у них просто настолько хреново микрофоны, она говорит, зомбичу, потому что я не могу говорить ничего в чат. Видимо, микрофон не настроил, хз. Еще правильно, не фу, я, да, это невозможно просто. Надеюсь, кого-нибудь я сюда, сожгу. Твой повезло. Может, наверху, он не упал, по идее, он там сидит. Если я не попаду, я себя убью, мне кажется. Ну, зачем попадать такое? Правильно, просто попадать же не нужно такое. Ура! Наконец-то в плюс вышли. Точнее, ну, 9-8 в игру. Гори, твоя фото, гори, все, что ты мне дарил, я не буду. Так, 0 и за нулем двое. Вся информация в целом есть. Идея очень жесткая, они все за нулем, мы просто берем, идем сюда и просто убиваем троих. Раз, скилл, ноль был чел. Два килл, и последний челл у меня скилла. Ну, сидит еще, он сидит, интересно. Ну, все. Господи, какие же рамкатки и блюдские. Просто трэш. О, Блиц не играл три недели, либо месяц уже не играл Блиц. Хорошо. Какая марочку? Карочку мы не видим. Идем дальше. Надеюсь, мярку возьмут, пекаем мангал. Попал в дерево. Четко, ну, просто вот дерево. Ну, я поедину, четко на него навелся. Это был бы красивейший фазум, но чел за дерево спрятал. О, я жив! А, вон я, нормально, пойдет, хорошо. Парк, сейчас баррот, нет? Опа, опа, убиваем. Типа, арка еще есть или нет? Ой, это жестко было. Это было хорошо, их ли спа. Блин, я не могу голосовой говорить, мне так это напрягает, ну, и представляете, чуваки, просто вот, хочешь дать инфу, типа, там, кол. А я просто не могу это сделать, потому что у меня просто не работаю в свой чат. Ну, типа, лоу. Конечно, новый калашников, вот это вообще, я так понимаю, имба очень жестко калашников. Че, верно? Ха, не попал. И, да, оп, оп. Ну, не могу попасть, прикиньте, просто не могу попасть. Чел, смотрите, четыре раза не попал уже, или сколько, или пять. Ну, шестого-то попал, ура, наконец-таки, а. Я не попадаю по такому. Ну, зачем попадать по типу, который сидит на контроле? Зачем? Где он за машину, или что он делает? Чел просто ушел. А, 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 ну ты, лёлик, это, я не могу, это просто смех. И вот они, дальние ворота взрываются через две секунды. Давай, братанчик. Я даже убираю просто руки с клавиатуры. Давай, брат. Флэшка. Да то, доточил и флэшки дают. Ну, че. Я не могу попасть по лёлику, пацаны. Ну, по лёлику не попасть. Ну, то есть, по лёлику, который стоит на месте, невозможно попасть, нереально. Лёлик, смотрите, просто бежит, лёлик, 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 вообще, лёлик, лёлик, это легенда, лёлик, это не убить таких людей. И вот он, штурмовик, семейник под него открывается, захотел, открылся, в штурмовик не попадает ни пули. Смотрите, ни одной пули до сих пор не попал в штурмовик. Наконец-таки его убили, ну и все, этот рот мы выиграем спокойно. Да, ладно, нагонять с карты, это какой-то прикол вообще. И мосты, напоследок, моя любимая карта, у них нету авиков. Зачем снайперал уже, правильно, пацаны? Ну, бесполезный класс, по факту, да? Икаем, убиваем. Никого не убиваем, это довольно-довольки нет, пацаны. Блин, я могу опять заколить, я могу сказать, велосвучат, господи. Охренеть. Медик короткую, соло медик пушит короткую в соло, по-моему, почему нет, да, пацаны, согласны. А как они зашли с ва... Ну, чтобы понимали, просто... Я не могу. Мой чел зашел с воды, он запушил в бустер, а чел весь рост стоял на бикш, типа, типа, что? Мне надо говорят, это другое измерение, это портал в ад. Знаете, вот есть портал в ад, культуратура, это то же самое. Ну, зато вот так, ну, зато вот так, нейрами, меня убивают. Ну, то есть, ну, чел убивает меня сквозь стену, когда я пропрыгиваю, это, это, голову с первых двух пуль. Это рэм, это рэм, другое измерение, другой мир. Борлик, где он, чё-то понял, либо тройка. А, тройка был. Пойдет. Ах, не попал, я, 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 я не знаю, как не попал, я просто, блядь, по нему, ну, в прицеле вышел ему в голову, что? О, есть на тракторе справа. Чел сидит на контроле, в целом. Хорошо, пойдет. Чел на ящ залез, беспалевно, смотрите, просто беспалевно сидит, кайфует. Лево запушит, нет нашего, нет, не походу во дворе, все. Давай, даем молик вот такой, бам. Найс, нормально. Не, ну, давалка приятно, вот прям вот, вот, знаете, вот с таким оружием хочет развиваться, хочет играть в мясорубке, хочется там, учиться в фазуме, чувствовать тайминг фазума, блин. Это круто, но, блин, к сожалению, ну, я не могу попасть, вот, пикселя тяжело и попадать. Дерево есть. Проките, он меня в арке, вот, ну. С нашей, с нашей, с нашей, с нашей. Ах, я не могу про... Я, я не знаю, я люблю, я обожаю РМ, я просто обожаю РМ. Воду, пуша, да? С первой пули, ну, на РМе... 2-7 играет, чел, 2-7 играет, попадает с первой в голову. Почему нет, спрашивается? Просто, ну, не знаю, просто, вот так вот. Зад. Я не могу, просто, ладно, все, это, я бы, РМ не хочу играть. Так, какой, пацаны, вердикт? Девелл хорошая, она приятная, я думаю, полузамена Кракена, не знаю, но Кракен все-таки, наверное, поприятнее. У него и зум лучше, то есть, ну, входит без багов, скажем так, да. Да и в целом, моделька как-то у Кракена поприкольнее выглядит. Ну, наверное, Девелл по характеристикам может быть даже чуть лучше, чем у Кракена, но в целом одно и то же по факту. Но один болт, что болтовки бесполезные, потому что есть прекрасная СВЧ и прекрасный Барретт. Поэтому Девелл и Кракен не имеют никакого смысла находиться в нашей игре, пока есть такие оружия, как СВЧ и непосредственно Барретт. На этом все, пацаны, пишите в комментарии, что вы думаете по поводу Девеллки с модами, играли вы с ней или нет, напишите вообще, каково вам. С вами был я, Антон, всем пока.